Здравствуйте, дорогие! В эфире очередной отчет мэра о проделанной работе, о проблемах, о новостях. С рабочим визитом в столице БАМа побывал губернатор Мурской области Василий Александрович Орлов. Мы обсудили вопросы ремонта больницы и поликлиники. К 1 ноября должна открыться наша больница, хирургический корпус, и должно начаться обслуживание наших жителей в области медицины. Кроме того, обсудили вопросы переселения. Сейчас правительство Амурской области вышло с предложением правительства Российской Федерации о том, чтобы объединить две программы по переселению. Это переселение по программе БАМ и переселение в рамках 185-го федерального закона о фонде содействия реформированию ЖКХ, в котором мы сегодня пока не участвуем. Там переселяется аварийное жилье. На сегодняшний день порядка 260 домов признаны аварийными. Мы продолжаем эту работу и очень хотим попасть в эту программу. Таким образом, если программы будут объединены, в следующем году порядок цифр по переселению увеличится в десятки раз. Будем надеяться, правительство с нами, нас поддерживает, и я надеюсь, что у нас это получится. Кроме того, подтверждено намерение выполнить ремонт стадиона школы номер 6 в следующем году. Мы уже подготовили проектно-сметную документацию и предоставили ее в правительство. Обсудили вопрос ремонта детского садика Черемушки 2-го корпуса. В ближайшее время мы приступим к изготовлению проектно-сметной документации. Соответственно, мы синхронизируем проекты и благоустройство в рамках подготовки к 50-летию БАМа. Таким образом, у нас сегодня выполняется ремонт БАМовского арбата, красные пресни. Сделали детскую площадку замечательную. Ниже гимназии номер 2 здесь же стоит этот садик. То есть мы его обязательно должны сделать для того, чтобы центр города и окраины города были благоприятными и комфортными для проживания жителей. Кроме того, обсудили вопрос ремонта городского дворца культуры. В следующем году мы приступим к капитальному ремонту. Тоже проектно-сметная документация готова. И 10 миллионов пожертвует железная дорога. 32 миллиона будет выделено правительством Мурской области. Мы продолжим в следующем году программу по ремонту фасадов. Будут в том числе нанесены муралы, то есть изображения на наши дома, для того, чтобы разукрасить в зимний период наш город поле ярко смотрелся и радовал ваш глаз. Кроме того, мы готовимся к 50-летию БАМа. Подготовлена дорожная карта, которая утверждена правительством. Правительство Мурской области, администрация Тынды и РЖД будут выполнять большой комплекс мероприятий для того, чтобы 50-летие со дня строительства БАМа отпраздновать на должном уровне и сделать комфортным проживание строителей БАМа в столице БАМа. Будем рассматривать вариант изготовления проектно-сметной документации на ливневую канализацию общегородскую. Это серьезная проблема. То есть стоки воды, которые неупорядоченно стекают, они разрушают асфальт. Поэтому параллельно с ремонтом дорожного полотна на различных участках дорог мы будем делать общегородскую ливневую канализацию, которая будет централизованно отводить стоки. Кроме того, губернатор подтвердил намерение выделить нам денег в следующем году на строительство скейт-площадки на городской площади. Вы помните, вы голосовали, ну и, соответственно, выбрали такой вид спортивной площадки именно для скейта. Очень много у нас, к счастью, скейтеров в городе. Поэтому ПСД уже готова, и в следующем году мы готовы приступить к реализации, объявить торги и нанять подрядчика. Следующая тема – выборы. Состоялись выборы. Я благодарю от души тех, кто пришел и исполнил свой гражданский долг. С результатами выборов вы знакомы. От Тында и Тыненского района депутатом в законодательном собрании по-прежнему будет Федор Валентинович Сидоров. Мы благодарны ему за помощь и за действие, в том числе и за детские площадки, которые мы устанавливаем в рамках нашего соглашения. И надеемся на продолжение тесного сотрудничества в следующем году. Логинов Вячеслав Юрьевич, который также тесно сотрудничал с администрацией города Тынды и помогал нам. Сегодня будет депутатом Государственной думы, будет представлять интересы Амурской области, в том числе Тынды, там в верхних эшелонах власти. Надеемся, что сотрудничество также будет продолжаться продуктивно. Тема строек. Это тема уже второго месяца. Когда продолжаются стройки, есть проблемы. Проблемы с тем, что у нас отсутствуют подрядчики, поэтому, сами видите, у нас одни и те же компании заходят и набирают большое количество объектов, в связи с чем не успевают. Есть проблемы еще и с поставщиками, которые поставляют нам мафы. Есть проблемы с проектами, которые тоже задерживают сроки исполнения работ. К сожалению, практически все проекты на территории Тынды с серьезными огрехами и приходится в процессе дорабатывать. Но опоздание сроков, то есть продления контрактов уже не будет. Я огорчаюсь, конечно, тем, что вовремя работы не выполняются. Но есть где-то и объективные обстоятельства, которые продляют сроки исполнения работ. Поэтому с момента окончания контракта до момента выполнения работы сдачи в эксплуатацию объектов благоустройства будут начисляться пене и штрафы. Все в соответствии с законом. По Красной Пресне есть определенные проблемы. Строительный контроль выявил несоответствие в проекте. Нарушены этапы выполнения работ. В результате чего подрядчик вынужден будет уложить первый слой асфальта, а следом весной пройти по нему тяжелой техникой для укладки водоотводных канав, лотков и лотков под линию электропередач, под фонари. В итоге будет разрушено асфальтовое полотно, и придется его снимать и заново укладывать. В таком случае подрядчик не согласен проводить такие работы. И у нас два варианта. Либо расторгнуть контракт и объявить заново торги, искать нового подрядчика. Либо с помощью стройнадзора внести изменения в проектную документацию и в этом году не укладывать асфальт. То есть будет отсыпана подушка из щебеночно-песчаной смеси, скала. Все это будет укатано. И в таком виде мы войдем в зиму. Весной будет продолжена работа по Красной Пресне. Соответственно укладка асфальта, укладка бордюров, укладка лотков водоотведения, укладка лотков под линию электропередач. И таким образом мы закончим в следующем году полностью благоустройство Красной Пресне, включая тротуарные дорожки из тротуарной плитки и велодорожки. Также будут установлены мафы, лавочки, урны, остановки на автобусных остановках. Ситуация с коронавирусом продолжает оставаться сложной на территории Амурской области и в Тынде тоже. К сожалению, Тында является одним из антилидеров Амурской области по вакцинации. Поэтому, уважаемые тыненцы, я призываю вас серьезно еще раз подумать о том, что вы можете предоставлять угрозу сегодня вашим детям. К сожалению, детская заболеваемость в разы выросла, и есть уже, к сожалению, летальный случай, детская смертность на территории Амурской области. Поэтому подумайте о том, что вы можете нанести вред вашим детям. Те, кто не вакцинировался, еще настоятельно рекомендую сделать прививку. Начался у нас отопительный период. К сожалению, некоторые управляющие компании спустя рукава подготовились к этому серьезному событию. Осень настала для них внезапно. Одна из управляющих компаний, безобразие полное называть не буду, сами догадаетесь, по которой максимум жалоб было два сантехника на 51 дом в разгар отопительного периода. Безобразие полное. В следующий год вам срока так не сойдет. Поэтому в мае лично возглавлю компанию по проверке управляющих компаний, по промывке систем, подготовке жилого фонда к отопительному периоду. О проблемах. Жалобы на крыс в нескольких жилых домах нашего города. Снова провели общегородскую, по вашим жалобам, общегородскую диротизацию. 23 сентября потравили крыс. Надеемся, что результат будет. Потравили крыс все управляющие компании во всем жилом фонде и ЖДК «Энергоресурс» в коллекторе. Проблемный и больной вопрос был, помните, участок дороги, который помешал доделать снег. Рабочие подрядные организации приступили к исправлению недочетов. Сегодня они там работают. Надеюсь, что завтра уже вы будете довольны тем, что обе полосы ровные и приличные тротуар тоже. По Кольцевой 7 остается серьезная проблема с переселением. Маневренный фонд мы повторно предлагаем всем жителям этого дома. В случае, если вы не согласны, будем ждать следующего года. В следующем году должны быть выделены деньги на приобретение жилья. Скорее всего, программа будет работать с согласованной правительством Мурской области по предоставлению вам спецсчета, денежных средств из расчета рыночной стоимости для приобретения жилья. Таким образом, вы сможете сами выбрать себе и район, и планировку, и серию дома. Также проблема благоустройства придомовых территорий касается большинства из наших горожан. К сожалению, в течение 40 лет эта работа не проводилась. Поэтому, уважаемые собственники, для того, чтобы получить ремонт придоворовой территории, по примеру Красная Пресня 52, 54, 56, Усть-Илимская 3, Красная Пресня 60, Школьная 27, 29, вы тоже можете получить такой замечательный ремонт, но для этого вам необходимо провести собрание собственников. Прочитайте, пожалуйста, в Жилищном кодексе статьи с 44 по 48, там подробно описано, как это собрание проводится. Если у вас останутся вопросы, можете обратиться либо в управляющую компанию, либо к нам в отдел ЖКХ, мы вам подскажем, поможем. Надо будет нарисовать дизайн проекта, все, что вы там хотите, за исключением детской площадки, она в эту программу по у нас проекту «Комфортная городская среда» не входит. И таким образом комиссия рассмотрит ваши предложения, управляющая компания составит смету, и надеюсь, что ваш дом тоже будет отремонтирован. Ежегодно мы по пять дворов делаем. Следующая проблема, которая, надеюсь, в ближайшие дни будет решена, это выделение земельных участков под строительство гаражей в микрорайоне Новый Таежный. Напомню, в 2015, 2016, 2017 году вам выделялись земельные участки для постройки гаражей на скале, на сопке, где построить было невозможно. Соответственно, никто и не построил. Мы в течение трех лет практически переписывались с различными министерствами, с ГКУ строителей, у которого в аренде был земельный участок под строительство домов на Новом Таежном. В итоге нам удалось часть земельного участка забрать обратно, освободить от прав третьих лиц, размежевать. Была проделана большая работа. Размежеванные пока стоят 98 земельных участков. И уже готовая аукционная документация, объявляем торги на выделение земельных участков, на право аренды земельных участков под строительство гаражей на приличном земельном участке, который минимизирует ваши расходы на строительство гаражей. Поэтому 58 469 телефон для справок. Можете обращаться в седьмой кабинет. Там будет сидеть специалист ежедневно с 10 до 7 вечера. Он ждет вас, ваших заявок. Вам нужно паспорт, копию с НИЛС. Нужно будет уплатить 200 с небольшим рублей в качестве обеспечения вашей заявки на участие в аукционе. Для некоторых жителей города Тынды проблемой стала недостаточный репертуар фильмов в нашем кинотеатре. Напомню, у нас театр, а не кинотеатр, с дополнительной функцией. И проблема состоит в следующем. Мы не можем сотрудничать с компанией Columbia Pictures, потому что они требуют 6 сеансов в день показывать фильмы. Только в таком случае они нам могут предоставлять новинки, которые вы хотите смотреть. Сегодня этот вопрос не решаем пока. Ищем место для создания, открытия еще одного кинозала. В таком случае у нас получится. Поэтому ищем место, будем искать деньги на ремонт в городском бюджете с помощью Думы. И надеюсь, в следующем году мы эту проблему решим. Серьезная проблема. По школьной 2, 2 физических лица взяли часть гектара по дальневосточному гектару по программе и пытаются там строить гаражи. Данные граждане были уведомлены о том, что этого делать нельзя на этом земельном участке. К предупреждению они не прислушались и нарушили, получается, наши правила землепользования. Учитывая большое количество телефонных звонков, жалоб жителей, я выезжала на этот объект. Сама категорически против строительства там гаражей. К сожалению, действующее законодательство позволяет брать гектары. Пока еще в центре города мы работаем над тем, чтобы все общественные территории или территории, которые подходят под общественные, закрыть для предоставления гектаров. Пока, к сожалению, у нас это не получается. Значит, по этому участку мы предъявляем риск суд и обяжем снести безобразный фундамент. Гаражей там не будет. Просто дело времени. Для поддержки нашей позиции прошу жителей Тынды, которые возмущены строительством там гаражей, написать мне коллективное обращение, собрать по максимуму подписи. Это будет дополнительное доказательство в суде. Поэтому, друзья, помогайте. Мы помогаем вам, вы помогаете нам. Еще одна проблема вырисовалась. Пожаловали жители города на то, что риэлторы некоторые компании требуют, чтобы в доверенности было указано, что деньги за продажу квартир администрации мы покупаем через посредника, потому что торги происходят в электронном формате на площадке Сбербанк АСТ. И для участия в торгах надо иметь электронную цифровую подпись. Понятно, что у жителей нет, поэтому они обращаются к риэлторам. Так вот, некоторые риэлторы стали требовать, чтобы жители указывали счет для оплаты, счет риэлтора. Ни в коем случае не соглашайтесь. Это ваше право. Пусть они вас не вводят в заблуждение. Для того, чтобы максимальную разницу положить себе в карман, скорее всего, они настаивают на этом. Поэтому счет, на который поступает оплата за квартиру, должен быть указан ваш. Поясню подробнее. К примеру, квартира стоит 2 миллиона, риэлтор вам обещал полтора. Если вы разрешите ему принять деньги на его счет, полмиллиона сядет его в кармане без зазрения совести. Поэтому указывайте, пожалуйста, свои счета. И по договору с риэлтором оплачивайте ему стоимость его работы. Еще одна проблема – детская площадка на Новом Таежном. Жители собрали максимум подписей под тем, чтобы оборудовать детскую площадку собственно в котловане. Соответственно, у управляющей компании средств для того, чтобы засыпать этот котлован и подготовить основание не было. Промежуточно было принято решение о том, чтобы сделать в районе остановки Народная эту детскую площадку. Но поступило в администрацию коллективное обращение с требованием не строить там детскую площадку, хотя основание уже было подготовлено, а все-таки сделать ее в котловане в следующем году и заложить денежные средства из бюджета. Это, наверное, будет порядка миллиона рублей для того, чтобы подготовить основание под детскую площадку, которую приобрел прииск Соловьевский под руководством Сидорова Федора Валентиновича. Ну и, соответственно, мы прислушались к жителям Тынды. Площадка будет зимовать на ответственном хранении. В следующем году постараемся подготовить основание и установить ее там, где пожелали жители Нового Таежного. Поэтому придется потерпеть. Много жалоб пешеходов на то, что водители гоняют по красной пресне и нарушают правила дорожного движения. Уважаемые участники дорожного движения, особенно к водителям обращаюсь, у нас малыши пошли в школу. Поэтому такое поведение недопустимо. Давайте будем взаимовежливыми. Пожалуйста, обратите внимание особое на детей пешеходов и пропускайте их. Еще одна проблема – это начали открывать рот маргинальные личности. К сожалению, власть, она на то и власть, для того, чтобы были недовольны властью. Но критику, высказанную корректно, мы воспринимаем абсолютно адекватно. И мы благодарны вам за ваши предложения и замечания. Мы вместе стараемся сделать вашу жизнь комфортнее с помощью ваших предложений и замечаний. Но есть недопустимые вещи, когда маргиналы открывают рот, начинают хамить и тем паче материться. А некоторые еще пытаются оскорбить мэра. Уголовное дело возбуждено в отношении одной из гражданок, которая, мало того, что безобразно ругалась матом и оскорбительные слова сыпала в мой адрес, так еще и пригрозила мне расчленением. Разумеется, угрозу убийством и расчленением я серьезно не восприняла. Мало ли, что с пьяной привидится. Но оскорбления в адрес власть недопустимы. Поэтому ее пример другим наука – уголовное дело – возбуждено, будет передано в суд. Ответит гражданка по всей строгости закона. И в дальнейшем такие вещи мы будем пресекать. Это же касается нашего блогера, который синяк с синяком. Безобразная ситуация. Обратите внимание, раньше у действующей администрации были критики тоже. Но это были порядочные люди, которые высказывали серьезные претензии и предлагали пути решения. Сейчас у нас каждый суслик агрономы пытается научить власть, как надо работать. О курьезах. Выяснилось, что часть горожан не знает моего отчества. Наверное, накладывает отпечаток «Журналистская профессия». Вы помните, всегда было написано под статьями у Марины Михайлова. Поэтому для части наших тынинцев я до сих пор Михайловна. Уважаемые горожане, мое отчество Валентиновна, прошу любить и жаловать. Еще один курьез. Валентина Петровна Пинчук, наша знаменитая, обратилась к Михаилу Мишустину с просьбой забрать у Михайловой 250 миллионов на ремонт Красной Пресни. Она категорически возмущена тем, что Красная Пресня ремонтируется, сообщает о том, что была хорошая дорога, Михаил взял ее и испортил. Вот такие дела. Поэтому есть ли солидарные среди вас с Валентиной Петровной, кто считает, что дорога была замечательной и ремонту не подлежала? Вот такой вопрос. Ответьте мне, пожалуйста, в комментариях. И еще одно интересное высказывание. Соцопрос был проведен на территории города Тынды. Мы интересовались отношением к власти горожан, спрашивали замечания, предложения. Подробнее я вам в следующий раз об этом расскажу. Но есть забавный момент такой. Один из жителей Тынды высказался, что голосовал за революционерку, а получил прораба. В моем лице. Дело в том, что революция – это, конечно, хорошо. И спасибо тем, кто меня поддержал на выборах, мы действительно сделали прорыв в истории Тынды. Но вспомните историю. Те, кто делает революции, они никогда не налаживают мирную жизнь. У меня появился редкостный шанс действительно сделать вашу жизнь уютнее, удобнее и комфортнее в нашем замечательном городе, самом лучшем городе на Земле. Поэтому, если бы я сегодня ходила, размахивала флагами, я думаю, мало бы кого это устраивало. Вы же меня не для этого избрали, верно? Я пришла сюда для того, чтобы исправить ситуацию и для того, чтобы Тында получила дополнительный импульс к развитию. Это была единственная цель. Флаги, транспаранты и все остальное, ребята, это не для нас. Это не дает результатов, это не дает финансовых вложений, это не дает инвестиций, и это ведет вообще в тупик. Поэтому, когда в следующий раз голосуете, а в следующий раз у нас будут выборы и мэра, и депутатов городской думы в 23-м году, не раньше, в 23-м, думайте, пожалуйста, нужен ли вам человек, который размахивает флагом? Или вам нужны люди, которые делают реальные дела? Вот такая большая разница. Теперь о хороших новостях. На Мохортово 5 альпинисты приступили к заделке швов, к очистке фасада и покраске фасада. В ближайшее время домик засверкает, как новенький. Это пилотная программа, которую разработали в правительстве Амурской области, которую утвердил губернатор. Тында первая, тында пилот. И мы в следующем году продолжим ремонт фасадов в первую очередь на домах, которые старой шамановской серии. На этой неделе сданы были две детские площадки на Октябрьской 24 и на Московских строителей ниже гимназии номер 2. Замечательные площадки. Надеюсь, наши дети будут беречь. Товарищи родители, проведите, пожалуйста, еще раз беседу о сохранности имущества, которые мы делаем для вас. Михаил Кураленко и индивидуальный предприниматель оплатил после прошлого эфира, оплатил музыкальные инструменты Фимбо для ребятишек с ограниченными возможностями. Спасибо большое, Михаил. И еще одна замечательная новость. АО «РЖД» оплатит оборудование, интерактивное оборудование для круглогодичной комнаты, для особенных ребятишек. Поэтому спасибо большое, Михаилу, АО «РЖД». Сегодня у нас премьера. Одна очень счастливая деревня называется. Спектакль начнется в 17.00. Добро пожаловать в наш театр, которому исполнилось в этом году 25 лет. С праздником, дорогие наши любимые артисты. Мы обязательно придем и вас поддержим. До следующей встречи в следующей субботу. До свидания. Всем добра и здоровья. Редактор субтитров А.Семкин